Всем привет, меня зовут Денис Лукский. Я могу вручную. Погода сегодня не способна, потому что мы все были бодрые, общались между собой и мешали выступающим. Но я надеюсь, как-то вообще настроение поднимется, и вы наконец вспомните, зачем вы сюда сегодня пришли. А пришли, я так понимаю, для того, чтобы выйти с какими-то классными проектами, которые уже сделаны и, собственно говоря, готовы к запуску. Вот Алексей мне поможет. Значит, адресовать основные моменты, с которыми соприкоснется ваш проект, который вы два дня будете разрабатывать. И, собственно говоря, самое главное, это как вы представите проект в итоге. Иногда случаются какие-то ситуации, когда люди забывают рассказать о результатах своей деятельности в течение двух дней, которая происходила. И упускают какие-то важные моменты. Так вот, завтра вечером, когда вы будете жюри показывать свой созданный проект, важно не забыть о том, откуда, собственно говоря, появилась идея, или там основные какие-то исторические предпосылки, рассказать про стратегию, про вашу команду, про финансирование, и, собственно говоря, почему проект будет жить. Хотел бы тратить на каждом из пунктов. И, собственно говоря, вот идея. Здесь важно показать passion, показать, почему она близка, почему вы будете развивать, вопреки всем сложностям, которые возникнут на пути по развитию этого проекта, почему вы горите, собственно говоря, желанием помочь именно этой целевой группы, есть ли какая-то там, не знаю, личная история связана с этим. Это очень важно, и это, ну, влияет на решение жюри. Вторым моментом является стратегия. В стратегическом плане важно адресовать то, что называется большой картиной. То есть вот сейчас мы делаем там такой MVP, да, минимум квартал продукт, что-то такое совсем маленькое, то, что мы успели там наваять за два дня, но мы это делаем как маленький шаг на пути к чему-то великому. То есть в идеале как бы надо показать, как вы хотите изменить мир и, ну, показать, что у вас есть конкретный план. То есть сейчас вы делаете небольшое там веб-приложение на вот такую-то тему и, ну, как бы вот там решаете небольшую какую-то проблему, возможно, локально. Но это всего лишь часть, дальше вы видите вот такие-то, такие-то там способы развития, развития этого приложения. Что касается команды, то важно показать, почему именно эти люди могут там получить финансирование, поддержку и почему они, собственно говоря, не зафакатят весь процесс. Показать, что, ну, это там какие-то вменяемые, адекватные люди, всем дать слово. Рассказать, может быть, большую профессиональную историю каждого из участников команды. Вот. Если есть какой-то релевантный опыт, то его тоже показать. Вот. Это что касается команды. А, функциональное распределение. Очень важно объяснить, как бы, кто что делал в этом. И что, ну, каждый человек будет делать в проекте и дальше, если проект получит финансирование. Вот. То есть, собственно говоря, какие-то роли в команде и чтобы было понятно, что то, что вы представляете, не является там результатом работы фасилитатора группы или лидера команды, который там вдруг выкристалил назывался, либо автор проекта. Вот. Дальше нужно остановиться на такой штуке, как устойчивость, потому что, ну, нестабильная ситуация с финансированием, вот, она, как бы, вызывает подозрения. То есть, ну, окей. Все рады работать, когда деньги есть. Вдруг у проекта не будет финансирования. Что же произойдет в таком случае? Есть ли какие-то, например, идеи, касающиеся того, будут ли партнеры, например, которые поддержат проект? Если есть понятные партнеры, то, ну, что бы вы от кого хотели получить? Например, вы хотите себе, там, партнера Nokia, и, ну, вот, Nokia обеспечит, там, телефоном всех тех, кто, значит, там, не может самостоятельно перемещаться по городу. Вот. И, ну, как бы, вот вы рассчитываете на какое партнерство. Или, ну, там, я не знаю, скажем, Google, там, да, будет вам давать бесплатно, ежемесячно, там, не знаю, тридцать тысяч показывает, или, ну, там, в любую, или что угодно. Вот. Кроме того, будет ли как-то меняться модель финансирования? Ну, как вы знаете, там, где-то три-четыре недели назад в Штатах был принят закон про то, что основателями компании могут быть люди, которые используют микроплатежи, то есть краудфандинг, да, основывают компании. То есть я могу отправить смс-ку, там, за 100 рублей, скажем, в поддержку какой-то компании, и, соответственно, таким образом я становлюсь собственником компании, собственником акции компании на сумму 100 рублей. И, соответственно, компания растет, я получаю прибыль. И вот так можно организовывать компанию теперь в Штатах. Донатство тоже декатится, и, видеться ли вам такая ситуация, не видеться, кто будет. Хотели бы вы привлекать микроплатежи для поддержки своего проекта, или вы только рассчитываете на донорские деньги, а, может быть, у вас есть какая-то модель монетизации, скажем, там, проект в Беларуси, называется там, много-мама, да, в Беларуси проблема, там, найти подгузники, коляски, намежек, и все остальное для детей. Вот. И вообще непонятно, что с ними делать, поскольку они родились, потому что ни одного онлайн-гайда на эту тему нет. Вот. Ребята организовали онлайн-гайд, и у них есть рекомендационный механизм, позволяющий не купить товары, да, но хотя бы понять, где что можно найти, когда уже дитёв родилось. Вот. И они, собственно говоря, снимают деньги за плейсмент и таким образом поддерживают жизнеспособный проект. Можно дальше, пожалуйста? Ну, как бы, да, по поводу финансирования важно показать бюджет, и что ваше приложение не будет стоить 150 миллионов денег, потому что важно адекватно, как бы, оценивать ситуацию на рынке, и для жюри будет важно понимать, что вы эти деньги как-то само потратите, которые вы, возможно, получите на этот проект. И здесь важно предусмотреть все статьи расходов. Маркетинг, людей, разработку, доработку, как бы, размести это всё как-то во времени. Планируете ли вы издание приложения, там, с версией 2, 3, ну и так далее. То есть показать, что, там, вот, сейчас нам, там, нужно, условно говоря, там, 5 тысяч долларов, да, но дальше мы, там, планируем поднять какие-то больше и гораздо деньги, а, возможно, там, с людей собрать какие-то деньги, или, там, найти спонсоров, ну, как бы, показать какую-то этапность, куда вы идёте, вот. И, собственно говоря, дальше. Хотел бы остановиться ещё на том, что же хотелось бы увидеть через 48 часов, условно говоря. Процетипирование приложения – это одна из самых важных частей, как мне кажется, и есть множество разных методик, есть вот мусоровская методика, она, в принципе, достаточно популярная, и очень действенная, вот, кстати. Ну, вот, она всё осуществляется на бумажках и состоит, как бы, из четырёх таких основных компонентов, как вы можете увидеть. Вот, то, что говорил Алексей, очень важно понять, как бы, для какой аудитории вы делаете, там, приложение, да, и, ну, собственно говоря, процетипирование помогает создать MVP, о котором я уже сегодня сказал, MGP, по-моему, минимальный жизнеспособный продукт, вот, и не распыляться на разные, в общем, ненужные штуки. Первое, что мы делаем, это придумываем персону. Это может быть пользователь конечный, это может быть тот, кто, там, собирает информацию в полях, это может быть, там, создатель, там, новый какой-то информанс. В общем, с разных, с разных сторон создаются разные персоны. Ну, в частности, какой-то есть у нас персонаж, который использует наше приложение. И первое, что мы делаем, мы, думаю, вживаемся в этот образ и пытаемся понять социально-генографические его характеристики. Ну, вот такие, знаете, как QGFK, QGEMI, в общем, сухие. Такой-то возраст, там, женат-неженат, живет в поселенном пункте, с каким-то населением. Ну, в общем, как бы, соц.д. После того, как поняли, как бы, где, где эта персона находится, что и как, можно что-то вокруг нарисовать. Ну, для того, чтобы просто визуально. Визуально, визуальный компонент здесь очень важный, на самом деле. После этого мы прописываем поведенческие характеристики, скажем так. Ездит каждый день на работу на машине, там, пользуется, не знаю, смартфоном Android. Ну, вот такие всякие штуки поведенческие, которые характеризуют человека по его делам. И, соответственно, это позволяет нам лучше понять, какие у него есть потребности и цели. Вот. Такие есть ли, needs and goals, последний квадратик. Потребности это, там, я не знаю, прослыть инноватором, а цели это, ну, скажем так, не знаю, расшаривать интересную информацию в Facebook и ВКонтакте одновременно. Вот. И, исходя из, там, вот этих целей и потребностей, формируется такой списочек понятный, что бы мы хотели, становится понятно, наконец-то, что бы мы хотели этому, этой персоне дать. и дальше происходит, собственно говоря, формирование фичер-листа, длинного такого, да. То есть, почему вот несколько листиков, потому что мы такие вообще штуки обычно делаем составом в несколько людей. Каждый из себя, как бы, берет одну персону, разрабатывает ее, дальше формируется вот этот фичер-лист, условно говоря, отвечающий на вопрос, с моим приложением персона может делать что-то. Вот, мы как бы, берем шесть основных, там, каких-то сценариев, что может персона делать. И, как бы, ну, описываем, и как-то зарисовываем это визуально. Дальше все люди в команде обмениваются, значит, тимилистиками, у каждого есть, там, возможность проголосовать, скажем, за три сценария. И, ну, как бы, вот тут мы лепили какие-то кружорочки, там, ну, как-то так. Вот. И, в итоге, обнаруживаются, ну, формируется такой рейтинг, сценарий. Их, там, например, условно говоря, в тот и есть, там, пять штук. И вот эти пять штук, они формируют наш минимально жизнеспособный продукт. И мы тогда понимаем, что, ну, есть много всего прекрасного. Можно сюда добавить и то, и все, но, как бы, для нас, для наших персон, которые, как бы, для нас понятные, живые, там, с соцдемом, с поведением, с потребностями, с целями. Важный список вот из этих пяти вещей. И дальше, как бы, мы понимаем, что у нас времени уже не 48 часов, а там, условно говоря, 24. И, ну, собственно говоря, мы формируем интерфейсы, там, прописываем фичерлист, какой-то окончательный, можно так вот дальше, последний, вот. И, ну, стартуем. Вот это последний этап прототипирования. Здесь, как бы, раскидали мы все между важно-неважно и, там, сложно сделать, либо легко. и вот то, что очень важно и легко, то, собственно говоря, формирует нашу минимально жизнеспособные продукты. То, что должно быть сделано сразу, а все остальное как бы приложится. Вот. И, ну, вот, собственно говоря, советую вам по такой же схеме пройтись, ну, хотя бы по подобной, да, вот. И, хороших всем тестов. Давайте уже что-то делать. Спасибо.